господи благослови мы отправляемся в рулетку слава тебе боже наш слава тебе и монеты нового бога кроме тебя аллилуйя евангелие от матфея 17 глава по прошествии дней шести взял иисус петра иакова и она брата его и возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними и просияло лицо его как солнце одежды же его сделали белыми как свет и вот явились и моисея или я с ним беседующие при всем петр сказал иисусу господи хорошо нам здесь быть если хочешь сделаем три здесь кущи тебе одну и моисею одну и одну или и когда уж он еще говорил вот облако светлое осенило их и все глаз из облака глаголище сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте и услышав ученики паре на лица свои и очень испугались но иисус приступив коснулся их и сказал встаньте и не бойтесь возведя же очи свои они никого не увидели кроме одного иисуса и когда сходили они с горы иисус запретил им говоря никому не сказывайте о всем видении доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых и спросили ученики его как же книжники говорят что или и надлежит прийти прежде иисус сказал им в ответ правда или я должен прийти прежде и устроить все но говорю вам что или я уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели так и сын человеческий пострадает от них тогда ученики поняли что иисус говорил им об я они крестители когда они пришли к народу то подошел к нему человек и преклоняя перед ним колени сказал господи помилуй сына моего он в новолуние беснуется и тяжко страдает ибо часто бросается в огонь и часто в воду я приводил его к ученикам твоим и они не могли исцелить его иисус же отвечая сказал о рот неверный и развращенный доколе буду с вами доколе буду терпеть вас приведите его ко мне сюда и запретил ему иисус и бес вышел из него и отрых исцелился в тот час тогда ученики приступив к иисусу наедине сказали а почему мы не могли изгнать его иисус же сказал им по неверию вашему ибо истинно говорю вам если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей перейди отсюда туда и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас сей же рот изгоняется только молитвой и постом во время пребывания в галилее иисус сказал им сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и в третий день воскреснет и они весьма опечалились когда же пришли они в капернаум то подошли к петру собиратели дидрахмы сказали учитель ваш не даст ли дидрахмы он говорит да и когда вошел в дом то иисус предупредив его сказал как тебе кажется симон сари земные с кого берут пошлины или подати сынов ли своих или с посторонних петр говорит ему с посторонних иисус сказал ему и так сыны свободны но чтобы они не соблазнились их пойди на море брось буду и первую рыбу которая попадется но возьми и открывание рот найдешь статир возьми его и отдай им за меня и за себя аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель благодарим тебя за все твои милости и щедроты господи боже мой прошу тебя да проникнет свет твоей любви в это место гамора и дома вместо проклятия они благословение место смерти они жизни место тьмы они света для тебя господи нет невозможного люди как с ума сошли непрерывно день и ночь думает о блуде и прелюбодеяние собрались для греха не для благословения найди их господи прящущийся раздетых брошенных во тьме находящихся как черви подземные чтобы служили тебе господу богу всем умом всем сердцем всем помышлением аллилуйя евангелие от матфея глава 18 в то время ученики приступили к иисусу и сказали кто больше царстве небесном иисус призвав дитя поставила посреди них и сказал истинно говорю вам если не обратитесь и не будете как дети не войдете в царство небесное и так кто умолиться как это дитя тот и больше в царстве небесном и кто примет одно такое дитя во имя мое тот меня принимает а кто соблазнит одного из малых сих верующих меня тому лучше было бы если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потом потопили его во глубине морской горю миру от соблазнов ибо надо прийти соблазном но горе тому человеку через которого соблазн приходит если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя отсеки и бросит себя лучше тебя войти в жизнь без руки или без ноги нежели с двумя руками и двумя ногами быть вверженным в огонь вечный если глаз твой соблазняет тебя вырви его и брось от себя лучше тебя с одним глазом войти в жизнь нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную смотрите не презирайте ни одного из малых сих ибо говорю вам что ангелы их на небесах всегда видит лицо отца моего небесного ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего как вам кажется если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся если случится найти ее то истинно говорю вам он радуется они более нежели девяносто девяти незаблудившихся так нет воли отца вашего небесного чтобы погиб один из малых сих если же согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его между тобою и им одним если послушать тебя то приобрел ты брата твоего если же не послушает возьми с собой еще одного или двух дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилась всякое слово если же не послушает их скажи церкви а если и церкви не послушает туда будет он тебе как язычник и мытарь истинно говорю вам что вы свяжете на земле то будет связано на небе а что разрешите на земле то будет разрешено на небе истинно также говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от отца моего небесного ибо где двое или трое собраны во имя мое там я посреди их тогда петр приступил к нему и сказал господи сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня до семи ли раз иисус говорит ему не говорю тебе до семи но до седьми жди семидесяти раз посему царство небесное подобное царю который захотелся считаться с рабами своими когда начал он считаться приведен был к нему некто который должен был ему десять тысяч талантов а как он не имел чем заплатить то государь его приказал продать его и жену его и детей и все что он имеет и заплатить тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил государь потерпи на мне и все тебе заплачу государю милосердившись над рабом тем отпустил его и долг простил ему раб же тот выйдя нашел одного из товарищей своих который должен был ему сто динариев и схватив его душил говоря отдай мне что должен тогда товарищ упал к ногам его умолял его и говорил потерпи на мне и все отдам тебе но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу пока не отдаст долга товарищи его видя происшедшее очень огорчились и придя рассказали государю своему все бывшее тогда государь его призывает его и говорит злой раб весь долг тот я простил тебе потому что ты упросил меня не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего как я помиловал тебя и и разгневавшись государь его отдал его истязателям пока не отдаст ему всего долга так и отец мой небесный поступит с вами если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его аллилуйя слава тебе за евангельские строки за великие истины данные духом святым через учеников его и написанное в евангелии боже хвала тебе ты позволил нам ты повелел на прийти вас на место тьмы и мрака где собираются люди большим великим скопищем для блуда для прелюбодеяния для скверны для соблазна сребролюбия и воровства помилуй нас господи пошли добрый благовестников миссионеров христианам язычникам и иудеям мусульманам и буддистам и всем вознеси о любви твоей ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего иисуса христа в этот мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него аллилуйя всякий делающий добро идет к свету дабы явно были дела его ибо не в боге соделаны а делающий зло и не идет к свету он скрывается прячется ибо дела его злы когда адам согрешил он скрылся и и господь его звал где ты отдам не ел эти плода запретного дерева господи боже наш слава тебе прости нас владыка помилуй и благослови милости твоя ради обрати на нас лих твой господи и это место греха порока прелюбодеяние блуда освети духом твоим святым чтобы люди избрали жизнь они смерть свет они тьму благословение они проклятия аллилуйя богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке twitter и одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на нашу а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом